Извини, 2018 принял. Настояние духа бодра и готовности службы. Рапорта о готовности участников. С этого началась конкурсная программа. В составе жюри – военные, казаки и представители общественных организаций. Уже победители, те молодые люди, которые стоят сейчас на сцене, потому что нужно набраться смелости, выйти, поучаствовать. А это же не только приветствие, а еще ряд конкурсов, которых нужно с достоинством и честью преодолеть. Перед участниками конкурса стояла непростая задача – не только показать свои знания, но и продемонстрировать творческие таланты. Стихи, песни, танцы, театральные постановки – артистизм в этот вечер проявлялся в самых разных направлениях. Оригинальным и ярким стало выступление Тихона Миролюбова. Участники номера – вся его многочисленная семья. Конкурс на знание истории стал одним из самых интересных. Вопросы касались событий, которые происходили на территории Кубани в годы Великой Отечественной войны. Болельщики изо всех сил поддерживали своих конкурсантов. Финальный конкурс также заставил участников проявить всю свою смекалку, обыграть ситуацию из армейской жизни. Для этого потребовалось знание не только устава, но и находчивость. Так как я после обеда не смог пролезть. Застрял в заборе? Да, застрял. Это точно в самоволочку не собирался? А подождите, а вы знаете, кто украл тушенку? Кто? Твоё жика. Твоё жика? Твоё жика. Ты ел эту тушенку? Я не ел. Она же просрочена. Отличное мероприятие. Море позитива. Я сам прямо зарядился. Отличная поддержка зала. Ребята молодцы. Видно, что они талантливы, они готовились. И лишний раз я убедился, что у нашей страны определённо есть очень хорошее будущее. По итогам конкурса определились следующие победители. Третье место занял активист объединения православной молодёжи Круг Арсений Немов. Второе место досталось студенту Анапского сельскохозяйственного техникума Владимиру Шрейфогелю. Призывником 2018 стал Тихон Миролюбов, выпускник воскресной школы Преображения. Меня батюшка благословил, мой духовный наставник. Ну и я решил поучаствовать. Ну, им семья поддержала. Победители конкурса были награждены ценными призами, грамотами и абонементами в городские фитнес-клубы. Руслан Душевский, Анапа. Регион.